КОШМАР С сегодняшнего дня на украинском языке должны проводиться все концерты, шоу и прочие культурные и развлекательные мероприятия. Также должны дублироваться все фильмы, если они на русском. И вдруг на Украине что-то в голову наконец стало приходить. О попытках официального Киева разделить по сути один народ и о том, как к этому относятся у нас, недавно говорил Владимир Путин в своей статье об историческом единстве русских и украинцев. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям, к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным. Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие и цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам, закалялись общими испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Оно в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине. В кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Это просто удивительный кретин. Как уничтожали украинский язык. Хроника запретов за 400 лет. Те, кто считает украинский язык искусственно созданным, имеющим менее глубокие исторические корни, чем русский, глубоко ошибаются. Книги на украинском языке печатались со середины XVI века. Пересопницкое Евангелие было переведено с латыни на живой украинский литературный язык еще в 1555-1561 годах. Известно, что книге поклонился и Тарас Шевченко. Будучи в Переяславе в качестве сотрудника археологической комиссии, он в своем отчете отмечает изысканное и роскошное убранство Пересопницкого Евангелия, а также то, что оно написано малороссийским наречием, как в ту пору повелевала называть украинский язык царская цензура. Но притеснение украинского языка началось уже через полвека после выхода в свет перевода Пересопницкого Евангелия. В 1622 году царь Михаил с подачи московского патриарха Филарета приказал сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине учительного Евангелия Кирилла Ставровецкого. Далее украинское слово уничтожалось методично, но всегда безуспешно. 1690 год. Осуждение анафема собором РПЦ на киевские новые книги Петра Могилы, Ставровецкого, Полоцкого, Барановича, Радзивиловского и других. 1720. Указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг. 1729 год. Приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения. 1763 год. Указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии. 1775 год. Разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях. 1832 год. 1832 год. Реорганизация образования на правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения. 1847 год. Разгром Кирилла Мефодиевского братства и усиление жесткого преследования украинского языка и культуры. Запрет лучших произведений Шевченко, Кулеша, Костомарова и других. 1863 год. Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на опечатание украиноязычной, духовной и популярной образовательной литературы. Формулировка «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может». 1870 год. Разъяснение министра образования России Дмитрия Толстого о том, что конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение. 1876 год. Эмский указ Александра II о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы. А также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен. 1884 год. Запрет Александрам III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях. 1888 год. Указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами. 1911 год. Постановление VII дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России. 1914 год. Запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко. Указ Николая II о запрете украинской прессы. 1925 год. Окончательное закрытие украинского тайного университета во Львове. 1926 год. Письмо Сталина товарищу Кагановичу и другим членам Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины с санкцией на борьбу против национального уклона. Начало преследования патриотов Украины. 1970 год. Приказ о защите диссертаций только на русском языке. 1972 год. Запрет партийными органами отмечать юбилей музея Ивана Котляревского в Полтаве. Уже через год запрет отмечать юбилей произведения Ивана Котляревского Энеида. 1974 год. Постановление ЦК КПСС о подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик, где впервые провозглашается создание новой исторической общности советского народа. Официальный курс на денационализацию. 1978 год. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в союзных республиках. Так называемый Брежневский циркуляр. 1983 год. Андроповский указ о дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях Союзных Республик. 1984 год. Начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка. 1989 год. Постановление ЦК КПСС о законодательном закреплении русского языка как общегосударственного. 2012 год. Верховная Рада Украины, в большинстве своем зависимая от распоряжений администрации Януковича, подконтрольной Кремлю, принимает закон об основах государственной языковой политики, который значительно урезает сферы использования украинского языка в большинстве регионов Украины. 2014 год. После бегства Януковича в Россию, попытка патриотичных парламентариев отменить унизительный закон была использована кремлевской пропагандой в корыстных целях. Продажные политологи и СМИ мгновенно подхватили инициативу Кремля, исказили реальность, обвинив украинскую власть в попытке запретить русский язык. Хотя на самом деле речь шла о возвращении к нормам, по которым украинцы всех языковых групп мирно сосуществовали десятилетиями. Таким образом, московская власть во все времена угнетала украинскую культуру и язык, навязывая миф о якобы величии всего русского и неполноценности всего остального. В Украине же никогда не притеснялись и не преследовались русскоязычные граждане и тем более зарубежные гости. Те, кто пытаются убедить в противоположном, либо никогда не были в Украине, либо попросту являются лицемерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok